Свято место пусто не бывает, поэтому на смену аудиосообщением от Евгения Пригожина, который сейчас непонятно где, непонятно чем занимается, пришли аудиосообщения от Ивана Попова, генерала-майора, командующего 58-й армией. В отличие от Пригожина, это кадровый военный. Кадровый военный, который самым активным образом участвовал в нынешних боевых действиях, непосредственно на Перетке. Он командует 58-й армией, которая обороняет позиции в Запорожской области. Именно этот генерал, кадровый офицер, записал аудиосообщение, в которое фактически обвинил российское руководство в предательстве. Он обвинил начальника генерального штаба Герасимова, что тот уволил его, ну, отстранил от командования армии, после того, как сам Попов рассказал про большие проблемы, которые имеются в российской армии, связанные с ротацией и с отсутствием боеприпасов. Он буквально говорит, это его цитата, «Нас ударили с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию». Аудиосообщение в Телеграме, риторика против начальника генерального штаба и руководства армии ничего не напоминает. Вот и остальные всем тоже очень напомнило. Зет-каналы наперебой спорят, что же происходит, хотя защитников у Министерства обороны не так много. Самые лояльные, те, кто встречался с Владимиром Путиным, говорят мягко, но тоже встают на сторону генерала Попова, рассказывая, что нельзя увольнять за реальные доклады. Потому что, ну, хорошо, когда все постоянно отчитываются, что все замечательно, что леопарды горят тысячами, и что там, значит, все украинцы убиты и прочее, но игнорирование реальности до добра не доводит. В общем, целый шквал различных комментариев и воя вызвало решение об отстранении этого командующего и его аудиосообщения. Естественно, многие проводят параллели с мятежом Пригожина и ожидают, что совсем скоро с таким отношением может случиться и следующий мятеж, и следующий мятеж, подчеркивая, что между Пригожиным и командующим 58-й армии есть гигантская разница, потому что этот человек уже изнутри солдатской среды, Попов, и он непосредственно имеет в подчинении большое количество людей, имел в подчинении большое количество людей, которые, как поговаривают, прониклись к нему большим уважением. В общем, антагонизм между высшими военными начальниками и теми, кто на местах воюет за Владимира Путина, пытаясь уничтожить Украину, он нарастает. У этого романа нет положительных героев. Речь сегодня пойдет исключительно про, ну, жабу и гадюку, про очередную схватку внутри вот этого как бы единого, да, как там говорили, когда был мятеж Пригожный, в едином порыве все выступили за президента. Так вот, этот единый порыв при ближайшем рассмотрении оказывается совершенно разными группами, которые каждый тянет одеяло на себя, что замечательно и хорошо. И в сегодняшнем видео мы с вами вычленим самое важное. Первое. Это настроение в контексте возможных будущих мятежей и какого-либо неподвиновения. И второе, не менее важное, реальную ситуацию в российских войсках, которая, судя по всему, чудовищная и которая в самое ближайшее время может обернуться потерей позиций, на что мы очень все с вами, я надеюсь, и рассчитываем, потому что, судя по всему, проблема с ротацией и с боеприпасами достигла такого значения, что молчать они уже, передовые кадровые офицеры, отказываются. В общем, обо всем этом сегодня. Вы можете поддержать видео лайком, комментарием, подпиской. Можете подписаться на Патреоне для того, чтобы поддержать канал, для того, чтобы продолжали выходить видео. Там есть всякие бонусы для подписчиков Патреона в зависимости от тира. Там совместный чат со мной, эксклюзивные передачи Патронтаж, ежемесячные стримы для Патронов. В общем, всего там много интересного. Так что подписывайтесь. И суперспасибо. Кнопка с долларом в сердечке прямо под видео. Тоже хороший способ поддержать мою деятельность. Ну а теперь давайте переходить к тому, что же произошло и какие последствия это будет иметь в самое ближайшее время. Начнем вообще с самого обращения Попова. Может, я тут сижу, выдумываю. Может быть, это все из моей головы. Может быть, на обложке кликбейт, а не реальная цитата генерала Ивана Попова, командующего 58-й армией до недавнего времени. Его отставили примерно 3 дня назад, получается. В общем, как вообще появилось это обращение? У генерала Попова нет своего телеграм-канала. Хотя, может быть, в ближайшее время и появится. Но есть телеграм-канал у депутата Госдумы Андрея Гурулева, который и опубликовал это обращение. У многих возникнет вопрос, а, собственно, при чем здесь вообще депутат Госдумы Гурулев? Дело в том, что он как раз бывший командующий 58-й армии. И, видимо, по этой причине, из сентиментальных чувств или из желания как-то помочь боевому товарищу, он опубликовал это обращение. Как указано, это обращение Попова к своим солдатам. Вообще, он обращается к своим подчиненным, чтобы вас это не смутило в аудиосообщении, обращается к гладиатору, потому что его позывной Спартак. Наверное, уместнее было бы, если бы с позывным Спартак он обращался к ним как «моё дорогое мясо». Это было бы более приближено к реальности, в которой сейчас эти подразделения находятся. Ну, в общем, давайте послушаем. Это четырехминутное его обращение, где он впрямую рассказывает, что произошло. Доброй ночи. Мои любимые гладиаторы, любимые родные, одна семья. Надо было собраться с мыслями. По многим событиям произошло за крайние два дня. Сейчас уже можно об этом уверенно сказать. Меня вывели распоряжение, отстранили от должности. Прибыл герой Антон Лямин, приступил к командованию армии. Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получение какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы. Я с самого начала был с вами честен, я с вами был откровенен. Я сократился дистанции со всеми гладиаторами армии, от солдата и до маршала, в нашем случае до начальника штаба армии, генерал-майора Медведева. Потому что одинаково мы гибнем, одинаково воюем, одинаково всем страшно, одинаково всем больно и тяжко. Не делал различий абсолютно никакого между вас. И был всегда честен максимально с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому, честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством. Тогда надо было либо смолчать и смолонодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии. По боевой работе, по обеспечению назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрабатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. Среди с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны выявили мое распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта. Военнослужащего военного силы Украины нас ударил с тыла наш старший начальник. Предательский и подло, обезлаев армию в самый тяжелый и напряженный момент. Но вместе с тем я остаюсь на связи постоянно для всех солдат и сержантов, прапочеков армии, для всех абсолютно. 24 на 7. Любые проблемы, бытовые, семейные, тыловые, боевые, любые абсолютно проблемы. Мы продолжаем работу в группе. Я для вас заступен постоянно. Для меня честь стоять с вами в одном строю. Горжусь, дорожу и буду делать все, что в моих силах и даже больше, для того, чтобы вам легче воевалось и в живых осталось как можно больше наших боевых товарищей. Продолжаем выполнять боевую задачу. Главное, это во имя тех, кто никогда уже не вернется с полей сражений. Во имя их памяти, во имя пролитой крови солдатской, офицерской на Запорожье. Мы обязаны с вами разгромить противника, отразить его наступление, создать условия для последующих действий и тем самым почтить память наших павших товарищей. Всегда с вами, всегда на связи. Ваш Спартак, мои гладиаторы, честь имею, всем крепко жму руку, всем ребятам от меня огромный привет. Кто сразу бросается в глаза? Во-первых, конечно, очевидные параллели с Пригожным. Тоже недовольный военный, тоже обвиняет руководство в подлости и предательстве, тоже говорит о том, что в армии замалчиваются проблемы. Но есть и большая разница, если Пригожин был человеком, который был как бы извне. Ну, то есть, репутация группы Вагнера была разная среди российских солдат. Были и те, кто поддерживали, а были и те, кто ненавидели, потому что группа Вагнер всегда была на особым счету, им всегда давали больше всех всего, у них была большая автономия, и вообще-то наемники, которым платили большие деньги, и, в общем, в армии-то их недолюбливали, особенно учитывая, что группа Вагнер с армейцами вела себя не очень хорошо, здесь же речь идет о военных, причем в 58-й армии там много мобилизованных, то есть, это не какие-то элитные войска, это не какое-то там, я не знаю, золотая кость российской армии, нет, обычные военные, и вот их командующий, собственно, публично, не где-то тайно, не где-то по источникам, а публично обращается через депутата Госдумы и рассказывает о том, что вот начальник генерального штаба такой, значит, козел, который все замолчал, а его и отстранил. Более того, поступает много сообщений, что этот Попов это довольно популярный человек в, ну, как минимум, своей армии в 58-й, что его там все очень любят и что вообще его считают своим, а не каким-то представителем, значит, центрального командования. И в этом контексте важно, что очень сложно будет это как-то стереть, замолчать и загнать под ковер. Уже сейчас почти все, кто имеет отношение к вот этим затгнидам, то есть, всем вот этим выенкорам и прочим, и прочим, они все уже высказались. Это вообще чуть ли не главная тема. Какой там саммит НАТО, если один из командующих буквально повторяет риторику Пригожина? И еще немаловажная деталь, что как раз мятеж Пригожина был совсем недавно, и после мятежа все говорили, что все сплотились и все хорошо. И тут надо понять одну вещь, про которую я вам уже рассказывал. Как только этот мятеж произошел, точнее его финал, я вам сразу говорил, что этот мятеж не приведет к тому, что российская армия и руководство, будь то Путин, будь то Шойгу, будь то Герасимов, начнут пытаться разбираться с проблемами, из-за которых многие люди этот мятеж поддерживали. Ну, там, с ротацией, с боеприпасами, со многим другим. Нет, они наоборот, они максимально закрепились. То есть, Владимир Путин видит, что только его старая гвардия гарантирует ему выседание на троне, что тот же самый Герасимов и Шойгу это люди, которые, да, могут быть тупыми, да, могут очень херово воевать, да, могут нести больше вреда, чем пользы, но они в критический момент не предадут. И вот это для Путина главное. А вот все, кто будут критиковать то, что происходит, включая Шойгу и Герасимова, эти люди будут лишаться своих постов, а может быть, даже оказываться в тюрьме. Почему? Потому что теперь после Пригожина в каждом публичном заявлении, в каждом критике власть видит только потенциальную опасность для себя. Это сломанная система. В нормальном обществе как? Что такое вообще критика? Критика это обратная связь на негативные процессы, которые происходят. Неважно, о чем мы говорим, о заводе, о предприятии, о ютуб-канале или там об армии. Суть заключается в том, что критика по факту, особенно от твоих сторонников, это обращение внимания на проблему, которая существует. У тебя дальше есть несколько вариантов. Первый, ты анализируешь эту критику на ее предметность. Огульна она, неогульна, есть ли реальная проблема, о которой тебе рассказывают. Ты проводишь некий аудит, ну то есть ты выясняешь, насколько эти проблемы существуют. Если эти проблемы существуют, ты их решаешь. Поэтому критика вещь хорошая. Это не значит, что любой комментарий или что угодно имеет невероятную ценность. Могут быть и просто абстрактные люди, которые пишут что угодно. Но сам факт потока как минимум от твоих лояльных сторонников и об одной той же проблеме должен наводить тебя на мысль, что с этим действительно не все в порядке. И в нормальной системе критика превращается в решение проблем. Так и должна быть выстроена любая структура, независимо от того, говорим ли мы про государство или про отдельно взятую компанию или вообще про объединение людей. В ненормальной системе критика воспринимается как атака. Критика воспринимается как негативное явление, которое призвано уничтожить того, кого критикуют или чьи действия критикуют. Почти любая диктатура или авторитарный режим, они в этом отношении сломаны, они критику ненавидят и за нее наказывают. После мятежа связка критика мятеж для Путина стала очевидной, поэтому идет массовая зачистка и любого критикана будут уничтожать, даже если это не публичная критика, а просто какой-нибудь доклад. Это, конечно, очень хорошо, потому что чем меньше реакции на критику, тем выше вероятность разрастания проблем, из-за которых критика возникла, и оформление недовольных ситуаций в какую-то более-менее явную силу. Поэтому то, что призвано давить мятежи, ну, то есть уничтожать критиков в самом начале, приведет, наоборот, к созданию большего количества мятежа. Это все мы с вами уже обсуждали, я об этом говорил, и вот пошли первые ростки. Итог такого противостояния в этот раз уже не Пригожина с Герасимом и Шойгу, а Попова с Герасимом и Шойгу, он предсказуем. Ну, то есть это дезмораль, особенно у тех, кто на передке. Второе, это дополнительные зачистки, которые приводят к еще одному кругу дезморали. Ну, а в худшем для власти случае это новый мятеж. И в этом сходятся в том числе и провоенные российские комментаторы, что для них эти параллели это тоже весьма прямая аналогия. Они тоже себе вполне представляют, как все это может вылиться в новые мятежи, или как минимум свидетельствовать о гигантских проблемах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok